Курсфит Курсфит Это один из самых опытных атлетов России с огромнейшим стажем Только за этот 2017 год он провел более 14 стартов, не считая опена и выступлений по кроссфитингу То есть 14 стартов это только по кроссфит С Николаем мы давно дружим, это очень отзывчивый человек Из личного опыта могу сказать, что были такие времена, когда мне просто негде было выполнять комплексы отборочные На соревнованиях участвовать хотелось И я даже не просил Николая, он сам предлагал мне приезжать в его клуб и выполнять комплексы То есть этот человек, который всегда помогает и всегда идет навстречу, именно идет навстречу развитию спорта Любимый комплекс, который хотел сказать, что мне понравился, самый медленный кем-то комплекс Любимый у нас не знали И вообще-то то, что я выполнял, я его как правило, и классно вкинул, и все шикарно Ну и не любимый, наверное, не любимый кто еще вспомнит Любимый был на мероприоне 2016 года Ну я его хорошо сделал, он стал третьим, но я его теперь не могу Это максимально быстро сделать 45 берток и спадем в отельное дело Это бесячка Вот я вот 7 минут берток я могу делать Я взял с ПТН, спокойно делаю То есть у меня рекорд находится 37 Делаю с 25, ну и время Не делаю просто это, а здесь готово То есть у тебя Саня с 15 берток, я тебя давай давай быстрее Какой быстрее это все И вот это очень тяжело, и еще рядом, и судьи охотники еще глупые А если начать судье, сразу мой совет, подходишь, не просто молчишь, поздоровался, представился Тоже мой контакт, сказал, что тебе нужно Вот допустим, у меня в Сибири сейчас был конкурс Я подошел, положил тару 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 Сказал, если что, вот судьи, стои здесь, пожалуйста, я могу зацепить Да? Плодичку поставил, макнежево, сказал, что судьи был богатой И судьей там судьи тоже богатой В общем, у меня было в Барбасском соревновании Тут был картер, вот в 16 апреле в Дальчонске Там было одно повторение Был новое, вообще чистый новое Там недалека видно, что... Я посмотрел, у меня было, оно было Все То есть я должен в другой стороне всегда Один интересует вот, допустим, про силовую выносливость Ты вот вроде на тренировках так работаешь, вроде все вот получается А вот приходишь и через несколько минут у тебя уже все, силы не хватает Там штанг не поднимается, а вроде стыла Да, а вот вроде ты делал на тренировке и все вот получалось И Амрокин и скрывал, а вот сейчас ты не можешь И дыхание вот прям сбивает Вот как с этим справляться? Это все отполнение Да, да Земля основного в воде уходит Ну вот прям стоишь, когда вот ждешь там, спрашиваешь там, готов ты Да, еще и он остается и все, и начинаешь помыла Да, во-первых, в Солкун приходит И сколько раз в Солкун? Один А на каком уровне? Ну где? На отбор, на Кубок России Да Вот в Воронеже, да Вот Таких должно быть турниров 2-3 Вот таких турниров Вот Допустим, вот в этом году я просто экстрементально так делал У меня было, если не считать полкун, кончая заборная былака Если не считать такие полмарафоны и там где-то, у меня было 14-14 С одной стороны, я практически стал волноваться, потому что это как работа, да, пришло вот дело С другой стороны, я не продюсирую Как я могу до конца лета в годности, если у меня окачиваются соревнования Вот сейчас вот этот Кубок, я поеду на него, он уже следующий месяц где А у меня только у меня есть соревнования, люди каждый месяц Вот Это все собственно, я говорю, надо больше соревноваться Ну не по 15 раз в году, ну хотя бы 3-4 старта, это раз Второй момент, вот я обычно как делаю Вот Вот было все, к примеру, к примеру Три тяги, два взятия нагрузки, один толчок Ты делал примерно 100 квадратов, да, 10 минут Ты выходишь в соревнования, и там то штамм из здания, к примеру И вот, и ты опять смотришь инфекционер В любом случае, смотришь на людей Ну, допустим, я смотрю на людей каким образом Вот сейчас у меня Пленя будет в Палке, например Ну, он сейчас первый классный, он с ней у меня в штанге, да Но, скорее всего, учитывая площадка Гера Плевона, там будут короткие пропуски, я надеюсь Вот, и он не очень хороший пока То есть, я смотрю, у него не такой, блин, он, там, как Аполлон выглядит, он очень сильный А где у него с собой место, и так же ты должен смотреть на эти виды Вот завтрак всегда, мы тоже двоицаю и черный цвет в союзе Стакан воды, ложка меда, оскорбинка, двоицай, черный цвет Через час-полтора я занимаюсь Что-то делаю со штангой Большие веса именно с утра Потому что соревнования часто, в моей памяти время Начинается с 9 утра, и что-то тяжелое Вот поэтому с утра я поднимаю Понятно, что вечно лучше поднять И больше я поднимаю вечно То есть, если все могут постараюсь в 10 утра Вот, и потом в течение дня, каждые часа я еду Потом я ем на гречку В первом дня Рис, филе, куриное Овощи Постараюсь есть жирного, ночного, сладкого и жареного Постараюсь делать Вот Главное обманивать Потому что я, например, стою подыхание лучше Вот Супер, например, это здоровье То есть, считай Также в гостях был мой друг Алексей Он проводил именно тренировку Именно тренировку в том стиле, в котором ее любят Которые привыкли Провел именно в своем, собственном, неповторимом стиле тренировку То есть, то, чего людям не хватало Он набрался опыта не только в практической части, но и в теоретической И провел отличное занятие Именно теоретическую часть по питанию По построению калорийности и так далее Также ответил на все интересующие вопросы Очень познавательно и очень информативно было Мы приняли всех желающих Кто приходил, у нас не было никаких ограничений Ограничением было лишь количество людей, которые могли бы поместиться в зале Но, опять же, повторюсь, народу было не так много И поэтому было комфортно всем Все позанимались, все остались в доме Я сегодня побывал на клубе Xtreme Crossbox У своего друга Александра Денисова Во-первых, поздравляю вас с открытием Очередного клуба у нас в городе Звали ему поцветания и стабильности Мне очень понравилось Мы будем сотрудничать и с моим клубом, и с его клубом Будем вместе развиваться, проводить вместе тренировки Скоро уже гуляем определенные видео с нашей совместной тренировкой И в его клубе, и в моем клубе И очень хорошо, на самом деле, сотрудничают дружин Мне очень понравилось, потому что он уютный Есть все необходимое обладание, чтобы заниматься и для себя И для себя Готовы с констальных соревнованиями Комфортные этапы Главное, высокие потолки Хороший танец Сашка Зал не пораз, неплохой Очень уютно Здесь атмосфера атмосферная Я придерживаюсь мнения того, что более все подружно как-то везде Я не имею, это в рамках зала, в рамках горного пуска Больше атлетов, которые соревнуются и продвигают кросс-витломассы Больше общались между собой, составляли их диалог И в первую очередь думали о чем-то высшем А не о нишем проявлениях Ну вот Поэтому, как бы, это не какое-то, я не знаю, политическое какое-то действие Или какой-то заговор Это вполне нормальное, адекватное мероприятие, посвященное кросс-фиту Я не знаю, дню здоровья, можно так это назвать Прирученное к открытию зала от Саши С Сашей мы знакомы давно И мы участвовали в соревнованиях И были соперниками Но это соперничество было только в рамках соревнований Это было достойное соперничество И что у Саня, что Кирилл, наш друг общий Мои друзья вне соревновательной деятельности Поэтому я очень рад, что Саша идет к своей цели И продвигает это в массы И я его поддержу И остальных ребят поддержу То есть это никак не сказывает В отличие от отношений Я всегда буду поддерживать То, чем я живу Я считаю то, что мероприятие прошло на высшем уровне Опять же огромное спасибо ребятам То, что они откликнулись И я уверяю вас Это было лишь только первое И никак не последнее мероприятие Мы будем продолжать в том же ключе Мы будем развиваться Следите за обновлениями в нашей группе Всего доброго